Всем привет! Сегодня готовим вновь из огромного кабачка икру. Очень вкусно, очень экономично. Итак, кабачок режем, чистим, режем на небольшие кусочки, то есть квадратиком, кубиком, как у вас получится. Вот такая у меня чашечка из кабачка получилась, большая. То есть средненькие кусочки, небольшие. На такой кабачок я беру примерно 3 луковицы и 4 морковки. Лук я тоже режу. Морковку режу можно соломкой, кубиком, как получится у вас. То есть все равно это мы все будем обжаривать, лук и морковку с кабачком. Итак, все ингредиенты готовы. Мы берем сковородку, наливаем туда, да, или емкость, где будем обжаривать толстую дно. Добавляем масло, кладем лук, обжариваем с морковкой, пока я ничего не солю, не перчу, просто все довожу до готовности на среднем таком огне, чтобы у вас не подгорело, то есть протушилось, обжарилось. Переложила я в свою первую заготовку кастрюльку, далее отправляем кабачок, то есть сначала половинку, но потом кабачок хорошо так оседает, дает жидкость тоже немножко, и я его положила, то есть всю эту чашечку за раз положила. А под крышечкой периодически помешиваем, посмотрите уже как объем уменьшился, да, то есть с виду вообще на картошку похож, немножко запотела камера. И так тоже доводим до готовности. Когда все у нас ингредиенты готовы, мы это все дело перемешиваем. Перемешиваем и даем немножечко еще протушиться, минут пять, и выключаем, даем немного остыть, то есть в принципе это уже готовые у вас блюда. Посолили, поперчили и для любителей овощного, да, какого-то закусочки вкусненькой, будь вкусно. Далее сюда я добавляю еще помидорки. С помидорок я сняла шкурку, где-то 4-5 помидорок, да, смотрим сами. Если у вас помидорок нет, можно добавить томатную пасту. Ну, в принципе, все готово. Немножко остыло, я беру блендер, такой вот миксер, да, и перебиваю до однородной массы. Получается такая пюрешка. А далее я ставлю на огонь, добавляю, вот я смесь перцев, да, или вы свою любимую приправу. Сюда вот хорошо перчик подойдет. Соль столовую ложку и прям где-то вот меньше половинки сахара, потому что кабачок сам сладкий. Баночки простерилизовала 10 минут и получается у нас уже такая масса готова. Она, а крышечки тут у нас уже попутно сразу закипают. Она масса очень густая. Имейте ввиду, когда будет кипеть, она может так вот булькать. То есть всегда немного помешивайте, не оставляйте. И в конце прям уксусную кислоту 70%, где-то лучше пол чайной ложечки я добавила. Разливаем аналогичным образом обычным для вас по баночкам у меня получилось из этого количества. Две 700 граммовые и одна 500 граммовая. Укутываем, закрываем, укутываем. Да, можно под закрутку баночку. И вот посмотрите, оставляем. Посмотрите, какая красота, какой экономичный выход, да, то есть куда деть кабачок. Очень вкусно зимой. Спасибо за просмотр. Пока-пока.